Дорогие друзья, у нас уже вечер и я поехала на собрание в Катин класс. Сегодня у них будет знакомство с учителем, так как у нее пятый класс и учителя мы этого увидим. Ну как бы считается первый раз, но хотя в этой школе уже давно, уже не первый раз. Я ее как бы знаю и... Ну как-то так. Заговорилась чересчур. У нас очень холодно и сегодня обещают уже заморозки на улице. Просто ужас. А картошку мы еще не успели выкопать. Поэтому сегодня будем, наверное, допоздна копать. Ладно, едем. Все, дорогие друзья, на родительское собрание сходило. Мы решили сюда... А тут что-то мне написано, за скольки они работают, да? И со света зашли в магазин, еще продукты взяли. Пойдем мне ему памятник, а так пройдемся, прогуляемся. Нам все равно автобус надо ждать. А время сколько? И решили с ней мы прогуляться. Тут у нас дорожку новую выложили к памятнику. Так классно, да, сделали? Чисто просто прогуляться. Автобус из садов пришел. Видите, у нас все тоже памятники венки выложивают. Каждый год. Там вот в середине огонь зажигается. И солдат весь. Цветы только еще не посадили, видимо, да? На улице уже темно. К 8 часам уже время подходит. Собрание завершилось. Сегодня я была в Катином классе на собрание. Это 5-й А. Вот вблизи вам показываю памятник. Красивый у нас. А там фамилии погибших. Вот так вот. Красивый. Тут нынче вообще хорошо сделали. Мне прям понравилось. Даже скамейки поставили. Раньше скамеек не было. А сейчас стоят скамеечки. Ну, там, да. Там тень, потому что. Так что вот как-то так. Мы хотели посмотреть, до скольки ДНС работает. Потом мы пойдем в холодильник со Светой выбирать. Да, Света? Пока ничего не буду говорить. Но, может быть, у меня получится в этом месяце даже его приобрести. Если все хорошо будет. Мы хотим большой, да, Светик? Будем со Светой ходить и выбирать по магазинам. Так что тут рябинка растет. На, кстати, Оксане на поделку листики собирать. Вон красный. У нас дерево дома лысое стоит. А здесь как раз хорошее. Ладно. Стоим, ждем автобус и поедем домой. Всем добрый вечер. Еще раз мы приехали со Светой в собрание. Зашли с ней в магазин. Купили кое-какие покупочки. Сейчас мы вам покажем. Купили соседские одни вот такие вот это. Не помнишь название? Нет. Дорожные, по-моему, называются. И еще вот такие вот мы взяли по акции. Называются молочные традиции. Хотим сейчас мокрошки отварить, соседки не сделать. Ну так, чисто. Хотя там и суп есть, и окрошки еще есть. Если что-то захотелось, то взяла вафельки деткам. Также купила 3 литра молока. Куда мы без молока? Мы молоко пьем очень много. Нам все говорят, надо розовести. Так же взяла йогурт нежный, с клубникой. Так, с чем? С персиком. Раздай сразу всем. И еще с клубничкой. Ложечки даем сразу всем. Так, булочку эту мы кушали. Я что-то тоже есть, хотя он так и не съела. Потом дальше купила майонез магнитовский. Брали уже, как бы, в принципе, нормальный. Не сильно дорогой, нормальный. Дальше. Купила хлеб, жетон, нарезной. Мне понравился по составу. Состав хороший и по вкусу. Тоже очень вкусный. Я, как бы, сейчас на диете сижу. И хлеба много себе не позволяю. Поэтому вот так вот. И так же купили три батона. Ну, там еще кое. Света, одень этот рюкзак. Там еще кое-какие покупки. Сейчас я вам покажу. Взяла, ребята, вот такой вот рюкзак за 500 рублей себе. Потому что сумка маленькая. Удобно будет мне сюда и селфи-палку положить. И все остальное дальше. Показываю, что взяла. Кыш. Комнату. У нас, как вы знаете, Светик занимается кактусами. И я купила ей землю для кактусов. Сейчас достану. Не, достать еще не могу ее. Сейчас. Вот такую вот землю для кактусов я ей купила, чтобы она пересадила их. Потому что я заметила, что что-то на одном кактусе, что-то немножко не то. И поэтому я купила ей вот такую вот специальную для кактусов, для кактусов, для алоэ и для разных. Вот такая вот Света будет у Троэта. И пересадит. Вот такие вот у нас были все покупки. Да, вы сейчас скажете. Настя, ты же хочешь купить на холодильник. Дорогие друзья, на холодильник я куплю. Я отлаживаю. Может, даже уже скоро купим. Если у меня получится то, что я задумала, то скоро куплю я его. В каком плане? Ну, план это то, что у меня придет пособие от 3 до 7. Плюс ютубовская зарплата. Плюс то, что я уже отложила. Мне должно, по сути, хватить на холодильник. Ну, там посмотрим, какие будут еще цены в магазине. Мы уже говорили вам, что мы со Светой пойдем выбирать. А рюкзак вот такой вот он. Он открывается. Внутри открывается. Тут на клепочках делается. Можно уже шире сделать. И он рюкзачком. Его можно одеть на спину. Я сейчас, кстати, попробую даже. Одеть его на спину, получится ли или нет у меня его одеть. Янки-то надо выбирать. Не, нормальные. Показать вот чисто. Вот так вот. Ну, там, видите, не застегнута сумка. Но мама будет с рамцем ходить. Сейчас Егор улыбнулся. Егор, это что за улыбка была? То, что мама сказала, с рамцем будет ходить. Ну, надеюсь, что теперь я смогу и селфи-палки, и руки у меня освободятся. И все остальное. Вот такие вот были покупки. Сейчас затопим печку, сварим макарошки с сосиском, да? И будем заниматься своими дальше делами. Мне надо плакат с Катей в класс нарисовать. По чрезвычайной ситуации мы будем со Светиком рисовать до понедельника. И меня выбрали, ну, как выбрали, я тоже предложила. Там родители, никто не соглашается в родительский комитет идти. Ну, мы с Олей были с первого класса в родительском комитете, и мы согласились обе на эту. И нас выбрали четверых человек на родительский комитет. Также вот, считайте, я в первом классе родительский комитет, и в пятом классе родительский комитет. Ну, ничего, я буду помогать, чем смогу, помогу всегда. вам дорогие друзья всем 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 желаю крепкого здоровья подаю кофе пить у нас уже вечер мы приготовили со светой ужин вот такой ужин салат сосиска и макаронки с хлебушком всем кто кушает всем приятного аппетита ну а мы садимся кушать всем добрый день дорогие друзья день начиная уже с часу дня потому что мы сегодня уехали в 10 утра в поликлинику и только сейчас обратно приехали мы просто тупо почти два часа просидели в поликлинике ради того чтобы нас посмотрели и сказали что дальше марину выписали марина у нас понедельник пойдет в садик баня остается ваня еще назначили антибиотики будем поить также взяла кати справочку что у нее облегченная физкультура школу передала и машу зашла проверила так как она осматик давно у нее не было приступов кашля вообще давно тут что-то сотрю она немножко покашливать начал или это из-за того что они у них физкультура на улице была где-то она простыла или чё ну вот факт то что сейчас мы быстренько садимся пить чай оксана уже со школы пришла мы ее забрали с больницы пришлось позвонить учителю сказать чтоб она придержала ее то что я в поликлинике задерживаюсь не могу ее забрать так но она сказала хорошо ну хорошо и сейчас вот приехали домой будем пить чай чайник скипятился пока мы были в городе папа уже и пообедал приходилось работы покушал сейчас вот уже уходит на работу опять ванечка кушает конфетки мармеладки да ну ладно дорогие друзья ой дорогие друзья устала у нас сегодня весь день представляете дождик идет мы вымокли все до чертиков пока в эту больницу съездили вообще все вымали вымокли и уже не знаешь что и делать съездила к на коляске потому что пешком тащить его это придется на себе в такую погоду дождик общение выносимой поэтому на коляске поехали что-то не стала я рисковать ну и нафиг так что вот так вот понедельник пойдет мариночка ванечка еще остается это клавша даст она будут поить его еще короче дурдом народу в больнице очень много ребята берегите свое здоровье потому что ну вот посмотрела в больнице народу просто вообще много и все кашляют некоторые даже с температурами пришли на прием просто вообще я вот смотрела это что-то с чем-то было ваня там капризничал не хотел ничего что-то у меня на телефоне что зафиксировалась а чего не пойму что-то ваня тут видимо мне натворил опять ну ладно дорогие друзья сейчас я кофе тоже попью ребяток накормила сейчас сама попью кофе и буду заниматься мне на 5 сегодня белье слаживать так что оставайтесь с нами дорогие мои друзья я вам обещала фотки жилья где живет ильюша ильюша мне прислал поэтому я вам сегодня вставлю многие я выставляла по идее уже в instagram ноги уже видели эти фотографии но те кто не подписан я хочу сделать здесь так что смотрите эти фоточки ну мне по сути нравится комнатка хорошенькая красивая но до холодильника не хватает микроволновки не хватает у него там плитка 1 комфорочная там даже на фотографии будет видно в принципе ему этого хватает пока так что вот как то так